Крок по кроку, позиум А1, лекция третья, подсумывание. Урок третий, подведем итоги. Итак, в третьем уроке мы изучали названия цветов, колоры. Повторим, вспомним. Желтый, помаранчовый, оранжевый, червовый, фиолетовый, фиолетовый, небеский, синий, ясно-небеский, голубой. И также мы можем сказать чемно-небеский, темно-синий. Желоный, зеленый, ружевый, розовый, бронзовый, коричневый, чарный, черный, шарый, серый, бялый, белый. И мы начали знакомство с падежами. Первый падеж – именительный, мяновник, личбы поедынчей. Именительный падеж – единственного числа. Мяновник – от повяда на питание «кто цо?». Именительный падеж – отвечательные вопросы «кто что?». И мы с вами рассматривали таблицу. В таблице у нас есть родзейменский – мужской род, родзейженский – женский род, родзейнияки – средний род. Также у нас есть пшеметник – прилагательное, жечовник – существительное, пшикот – пример. Вспомним, что в мужском роде прилагательные имеют окончание «ы», «и», существительные имеют окончание нулевое, иногда может быть окончание «а». Чаще всего это название профессия, также «тата», «коллега» в таких словах. В женском роде у прилагательных всегда окончание «а», у существительных чаще всего также окончание «а». Бывает нулевое окончание «ноц», «буль», «суль», «тваш», «жечь», «мыш». И окончание «и» этих слов еще меньше. Пани, господыни, спшедовчини, бугини. В среднем роде у прилагательных всегда окончание «э», у существительных могут быть окончания «о», «э», «э» с огонким «ум». Но мы не всегда просто называем название предмета. Иногда нам надо сказать «этот карандаш», «та сумка», «мой стол», «твоя папка». Как же нам это сказать? С помощью слов «тен», «та», «то», «этот», 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 «этот». Также нам надо иногда сказать «тот», а не «этот». Мы скажем «тамтен», «тамта», «тамто». Тот, та, то. Мой, моя, мое. Мой, моя, мое. Твой, твоя, твое. Твой, твоя, твое. И мы познакомились с вопросами кто то ест, кто это, что это, чи то ест, это ли. Итак, идем к примеру. Первый вопрос. То то ест, что это? Родзе мэнски, родзе женски, родзе нияки. Что мы здесь делаем? Расширяем свой словарный запас. А также доводим до автоматизма, что в предложениях мы обязательно должны поставить глагол. Он всегда должен быть. Если его там нету, значит вставляем нужную форму, правильную форму глагола быть, часовника быть. Кстати, очень классно будет, если вы будете повторять все вслух. То ест зэшит, то ест дугопис, то ест ключ, это ключ. То ест оувек, это карандаш, простой карандаш. То ест сэгрегатор, это папка. То ест кубек, это кружка. Также кубком называют много чего, в том числе одноразовый стаканчик. То ест образ, это картина. То ест словник, это словарь. То ест фотель, это кресло. То ест зэгарек, это часы. Женский род, также несколько предложений, несколько слов новых узнаем. То ест кщоншка, это книга. То ест гунка, это резинка. То ест пуэта, это диск. То ест торба, это сумка. То ест таблица, это доска. То ест мапа, это карта. То ест комурка, это телефон. То ест флага, это флаг. Флага в польском языке женского рода, она моя. То ест шафа, это шкаф. То ест пука, это пулка. То ест нотс, это ночь. То ест суль, это соль. И средний род, примеры. Родзайв и Яким. То ест окно, это окно. То ест кшесло, это стул. То ест мыдуло, это мыло. То ест бюрко, это письменный или компьютерный стол. То ест мешкание, это квартира. Мешкание, квартира. То ест задание, это задание. То ест чвечение, это упражнение. Причем слово чвечение переводится как упражнение. Неважно, упражнение, которое мы сейчас выполняем. Или же упражнение, например, в тренажерном зале какой-то мы делаем. Все это называется чвечение. Упражнение. То ест имя, это имя. То ест музеум, это музей. То ест центрум, это центр. И второй вопрос. Кто то ест? Кто это? Также мужской род, женский и средний. И здесь также появляется много новых слов. То ест пан, это пан. То есть вежливое обращение к мужчине. Пан, это пан. То ест монж, это муж. То ест тата, это папа. То ест ойчец, это отец. Не забывайте, повторяем все вслух. То ест дядек, это дедушка. То ест вуек, это дядя. То ест внук, это внук. То ест сын, это сын. То ест брат, это брат. То ест братанек, то ест счастшенец. Эти два слова переводятся как племянник. Если в русском языке племянник и племянница, у нас два слова, то в польском языке четыре слова. Братанек, братаница. Щостшенец, щостшеница. То есть братанек, это племянник, сын брата. Щостшенец, это племянник, сын сестры. Братаница, это племянница, то есть уже девочка, дочка брата. И щостшеница, это девочка, то есть племянница, дочь сестры. То ест господаш, это хозяин. То ест бук, это бог. В женском роде почитаем примеры. То ест мама, это мама. Еще можем сказать, то ест матка, это мать. То ест цурка, это дочка. То ест бабча, это бабушка. То ест щестра, это сестра. То ест чоча, это тетя. То ест братаница, то ест щостшеница, это племянница. То ест жена, это жена. То ест пани, это пани. Пани, вежливое обращение к девушке, к женщине. То ест госпудыни, это хозяйка, одна хозяйка. То ест богини, это богиня, одна богиня. Существительные в именительном падеже в женском роде, иногда имеют окончание «и», единственное число, «госпудыни» – одна хозяйка, «богини» – одна богиня, «пани» – одна пани, «спшедовчини» – одна женщина-продавец. И почитаем примеры в среднем роде. То есть такой малышик, который еще не муле, который не разговаривает. То есть звеже – это зверь, животное. То есть пискле – то есть щене. Щенок, пискле – птенчик. Также мы познакомились с словами «тен», «та», «то», «тамтен», «тамто», «тамто». Итак, более подробно. Мужской род «этот», «тот», «он», «тен», «тамтен». Женский род «она», «она», «та», «тамто», «это», «та». Средний род «оно», «то», «тамто», «оно», «это», «то». И почитаем примеры в мужском роде. «Тен», «дугопис» ест червоный, а там «тен», «дугопис» ест небеский. Эта ручка красная, а та ручка синяя. И мы видим, здесь не совпадает по роду существительная ручка и «дугопис». В русском языке женский род, в польском языке мужской род. Поэтому мы говорим «тен», «тен», «дугопис». Эта ручка красная, а та ручка синяя. Женский род. «Та торба ест желта, а тамта торба ест желёна». Эта сумка желтая, а та сумка зелёная. И средний род. «Ток ше свой ест бронзовый, а там то к ше свой ест чарный». Этот стул коричневый, а тот стул чёрный. Опять же, слово по родам не совпадает. «К ше свой роды нияки» в польском языке. «Стул» мужского рода в русском языке. Ещё два примера. «Стей строны», «Стамтей строны». «С этой стороны», «Стой стороны». «Стего боку», «Стамтего боку». «С этого бока», «Стого бока». «Стей строны», «Стамтей строны». И также у нас был вопрос «Чи то ест?» «Эта ли?» «То-то и то-то». И мы можем ответить «Так», «То ест», «Не», «То не ест». «Да, это вот это» или «Нет, это не это». Местоимение у нас есть. «Мой, твой», «Моя, твоя», «Моя, твое». «Мой, твой, моя, твоя», «Моё, твоё». Внимание. «Мой, твой» с буковкой У. «Моя», «Моя», «Мойе», «Твоя», «Твоя» с буковкой О. Читаем примеры. Czy to jest мой samochód? Это мой автомобиль? Это ли есть мой автомобиль? Так, то есть мой samochód? Да, это мой автомобиль. Сам ходит, поэтому samochód. Или мы можем ответить Нет, то не есть мой samochód. То есть твой samochód? Нет, это не мой автомобиль. Это твой автомобиль. Czy to jest мой ровер? Это мой велосипед. Да, это мой велосипед. Для чего мы сейчас так много одного и того же проговариваем, чтобы мы четко запомнили «мой твой», «моя твоя», «моя твоя» и потренировались заодно вопросы-ответы. Чи то есть моя хулайнога? Это мой самокат? Так, то есть моя хулайнога? Да, это мой самокат. Или же мы можем сказать «не», то не есть моя хулайнога, то есть твоя хулайнога? Нет, это не мой самокат, это твой самокат. Помним, когда короткое слово, из одного слога, перед ним предлог, то ударение падает на предлог, то не есть. Чи то есть моя филижанка? Это моя чашка. У нас была кружка, кубок. Филижанка – это, знаете, такая красивая чашечка. Вот раньше сервизы были, которыми редко пользовались, доставали по праздникам. Вот филижанка – это такая красивая чашечка. Чи то есть моя филижанка? Это моя чашка. Так, то есть моя филижанка. Нет, то не есть моя филижанка, то есть твоя филижанка. Чи то есть моя чашечка? Это моя часть. Чашечка? Так, то есть моя чашечка. Да, это моя часть. Нет, то не есть моя чашечка, то есть твоя чашечка. Это не моя часть, это твоя часть. Чи то есть мое питание? Чи то есть мое мешкание? Это мой вопрос, это моя квартира. Тут уже средний род примеры. Так, то есть мое мешкание? Так, то есть мое питание? Да, это моя квартира. Да, это мой вопрос. Или же мы можем сказать нет. Нет, то не есть мое мешкание, то есть твое мешкание. Это не моя квартира, это твоя квартира. Чи то ест мое мыло, это мое мыло, так, то ест мое мыло. Не, то не ест мое мыло, то ест твое мыло. И также рассмотрим прилагательное. Яки ест, какой мужской род, какой. Яка ест, какая, женский род, какая есть. Яки ест, средний род, какое есть. Слова здесь одинаковые, только у них меняются окончания. Средний род всегда у прилагательных в именительном падеже единственного числа окончания э. В женском роде всегда окончание а, в мужском роде и. Мы сейчас с вами прочитаем только мужской род. Под видео я также прикреплю презентацию. Вы можете почитать в других родах еще слова. Перевод также я указала только в мужском роде, потому что там все то же самое, только окончания меняются. Итак, пополняем, расширяем словарный запас и читаем. Повторяйте, пожалуйста, все вслух. Высокий, низкий. Высокий, низкий. Дужи, малый. Большой, маленький. Грубый, худый. Толстый, худой. Грубый, ченки. Толстый, тонкий. Например, свитер, он не худой, правильно? Он может быть или толстый, или тонкий. А человек, например, может быть или толстый, или худой. Поэтому два варианта. Грубый, худый. Грубый, ченки. Широкий, вонский. Широкий, узкий. Дрогий, тани. Дорогой, дешевый. Добрый, злый. Два варианта перевода. Хороший, плохой, добрый, злой. Мондрый, глупий. Умный, мудрый, глупый. Пенкный, бжиткий. Красивый, некрасивый. Весолый, смутный. Не весолый, нет. Весолый, смутный. Обращайте на это внимание при произношении. Веселый, грустный. Здоровый, хоры. Здоровый, больной. Пышный, без смаку. Вкусный, без вкуса. Слодкий, горький. Сладкий, горький. Квашный, слоный. Кислый, соленый. Новый, старый. Новый, свежий, не свежий. Свежий, не свежий. Острый, темпы. Например, нож может быть острый, а может быть тупой. Менгкий, твардый. Мягкий, твёрдый. Обратите внимание, что если в поиском языке написана буква, её обязательно нужно произнести. Даже если это две согласные, стоящие рядом, мы произносим менгки. Менгки. Два фраза буквы К. Звук К. Дуги, крутки. Длинный, короткий. Ясный, чемный. Светлый, темный. Гжечный, не гжечный. Вот такой вежливый, невежливый. Горонцы, жимный. Горячий, холодный. Чеплый, холодный. Тёплый, прохладный. Жимный, это холодный, а холодный, это прохладный. Мокрый, сухой. Слонечный, прохмурный. Солнечный, пасмурный. И почитаем несколько примеров в предложениях. То есть мы помним, что если у нас существительного мужского рода, то прилагательное будет иметь окончание и или же и. Если существительное женского рода, то прилагательное будет иметь окончание а. Если существительное среднего рода, то прилагательное имеет окончание э. Тарелка дорогая, тарелка дешёвая. В польском языке Талеж он мой. Мужского рода, поэтому Дроги, Тани. Дрога ест широкая. Дрога ест яка, вонска. Дорога широкая, дорога узкая. Детско ест грубое, детско ест худое. Детско в польском языке оно, среднего рода. Поэтому грубое, худое. Ребёнок толстый, ребёнок худой. Компьютер ест злый, компьютер ест добрый. Компьютер плохой, компьютер хороший. Забавка ест дужа, забавка ест малая. Забавка – игрушка, с чем ребёнок забавляется, играется. Игрушка большая, игрушка маленькая. Девчина ест пенкна, ладна. Девчина ест бжитка. Девушка красивая, девушка некрасивая. Мэншчизна ест пшестойный, мэншчизна ест бжитки. Мужчина красивый, мужчина некрасивый. И здесь, пожалуйста, обратите внимание, что слово пенкна, ладна относится в значении красивый к девушкам, к погоде, к природе, но не к мужчинам. Для мужчин есть отдельное слово мэншчизна ест пшестойный. И только так. Если мы скажем, что мэншчизна ест пенкны, ладны, скорее всего он, как помягче сказать, в другой ориентации. Поэтому говорим мэншчизна ест пшестойный. Если мы хотим сказать, что мужчина красивый, только пшестойный используем слово. А вот погода может быть ладна, пенкна. Девчина тэж ест пенкна, ладна. Погода ест ладна, погода ест бжитка. Погода хорошая, красивая, погода плохая. А вот слово бжитка, бжитки относятся ко всему. К девочкам, к мальчикам, к погоде, к собачкам, к чему угодно. Итак, домашнее задание. Читаем вслух предложения. Читаем вслух слова. Почему такими парами, как правило, легче запоминаются противоположности, пшечевинство. Высокие, низкие, например, высокое и низкое. В среднем роде, в женском роде, в мужском роде. Читаем вслух, обязательно проговариваем. Читаем предложения. Помним, что мой твуй с буковкой у, моя твое, моя твое с буковкой о. Тен, та, то, там, тен, там, та, там, то. Этот, тот, это, та, эту, то. Также читаем существительные в таких коротеньких-коротеньких предложениях. Кто-то ест, кто-то ест, кто-то, что-то. Вспоминаем мяновник и вспоминаем цвета. Под видео я также прикрепила словарик новых слов, но там нету слов, которые здесь вот я давала. Поэтому можно сделать скрины или выписать. И хорошей вам, милой, приятной науки.